Здравствуйте дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале! Сегодня я попросил ученого-агронома Михаила рассказать о том, как правильно проводить полив огурцов. Здравствуй, Миша! Да, здравствуйте! Огурец в целом влаголюбивая культура, как мы знаем, потому что ему постоянно нужна подпитка водой, ну или растворами удобрений. Здесь на огурце, по сути, мы поливы делаем каждый день, но опять же, поливать нужно в меру, без перелива, потому что будущий урожай нас очень зависит от корня. Если мы делаем переливы, то есть недостаток кислорода, корень легко отмирает, а при отмирании корней начинает растение сбрасывать зависть, то есть замирает зависть у огурца и, соответственно, отмирает. Растение, ну, оно нагревается, оно пытается самоохладить, как человек сам потеет и охлаждается, так и растение только за счет дыхания, транспирации, соответственно, испарения лишней влаги. Вот, поэтому нужно, чтобы количество воды было нужное в почве, чтобы растение могло испарить и, соответственно, быстро взять, без какого-либо стресса для себя, потому что мало воды, плохо, растение вянет. Много воды, растение теряет корневую систему, мы теряем зависть. То есть тут нужно искать баланс относительно той почвы, которая есть. Дин еще важный, на огурце, конечно, желательно, если капельное орошение, то максимально на первых этапах, ну, по возможности, не близко ложить капельную трубку к растениям. Чтобы для огурца из-за широкой большой кроны, большого листового аппарата, ему нужно большой корень. Соответственно, чем дальше мы положим капельную трубку, понятно, первый день после высадки нужно рядом ложить, чтобы влага замкнулась с горшком, чтобы он пропитался, чтобы корень почувствовал, куда ему расти. А дальше лучше, чтобы немножко было какое-то расстояние, хотя бы 7-8 сантиметров в теплице, чтобы корень максимально далеко разросся. Вот, в принципе, как у нас видно, где зона промочки, вот растение, вот его корневая система. Она широко разрослась. То есть, если аккуратно... Смотрите, да, корень кверху подошел, вот я вижу, вот здесь даже, вот корешок на поверхности, прямо ему хорошо здесь. То есть, много, широко, и в принципе, в жаркие дни, даже если какие-то трудности с поливом, растение выдерживает сейчас вот эти высокие температуры, оно не вялое. При этом, что сегодня еще полива не было. То есть, мы полив еще только будем проводить. Это за счет чего у вас так? За счет хорошо развитой корневой системы. То есть, на первых этапах важен правильный полив, чтобы сформировать корневую систему. То есть, мы формируем не только, получается, листовой аппарат, но можем влиять также на развитие корневой системы растения. Это очень важно. Огурец – это корень. Потому что зачастую люди не обращают на корень внимания, выгоняют большую массу. И когда летом, весна, солнечная, растения теряют тургор, они вялые стоят. Это очень стрессует, и они могут просто недополучать тот урожай, который бы мы могли получить при хорошо развитом растении без стресса. Миша, ну дай, пожалуйста, совет зрителям нашим. Вот если, ну, так получилось, что корень не развит, и вот ситуация такая, о которой ты сейчас сказал, что можно сделать? Можно ли применить вот сейчас ко взрослому огурцу какое-либо укореняющее средство? Можно, и мы, в принципе, применяем. Для поддержания этой корневой системы, для этого всего, вот в Торговом Доме Аксона есть препарат Фертируд, это укоренитель. Мы его использовали на стадии рассады, чтобы корень максимально оплел пол-литровый горшочек. Высадили, после высадки во второй полив мы давали с поливом, и с интервалом где-то дней 10-12 еще его периодически вносим, потому что, как я говорю, у корня очень важна зависимость урожая от корневой системы. Если корень отмирает по каким-либо причинам, болезни, переливы, пересыхания, он теряет зависть. А теряем зависть, мы теряем урожай. Все так просто и все так взаимосвязано, да? Раз в 10 дней, если применять при поливах укоренячие средства, то можно существенно помочь развитию огурца в общем. Да, потому что мы стимулируем корень, даже если где-то что-то нарушен полив, он постоянно стимулируется и развивается, растет. То есть даже если он отмирает, все равно где-то он отрастает. Даже если растение огурца хорошо себя чувствует, все равно можно применять, это будет только идти на пользу. А если уже плохо растение, это видно по визуальным каким-то признакам, то тем более нужно применять укореняющие средства. Друзья, вот видите, тоже интересный такой момент. Я думаю, кому-то он пригодится с оглядкой на ваши растения. Может у кого-то сейчас как раз-таки проблема с огурцом проявляется на фоне плохо развитой корневой системы, либо поврежденной. Вот Миша сейчас подсказал хороший такой момент. Потому что много проблем у того врача, это огурцы. Видят растение вянет, и все грешат, что это болезнь. Есть фузариозные увядания, есть вертицелезные увядания, которые являются причинами увядания растений. Но иногда это она может быть, но иногда просто слабый корень, и в пиковую жару растение не справляется с потреблением влаги, и теряет тургор, и вянет. И просто многие делают ошибку, думая, что это болезнь, работают фунгицидами, не помогают, выкидывают деньги. И выкидывают растения. И выкидывают растения. То есть и деньги теряют, и растения. А на самом деле это просто элементарно может режим полива наладить, либо количество воды выливаемой, либо опять же простимулировать корневой системы. Простимулировать развитие корневой системы. Это все так просто, казалось бы, на поверхности, но многие ошибаются при установлении диагноза. Да, с растениями так же самое. Друзья, буквально, чтобы вы понимали, Миша, он профессиональный агроном, фито-патолог, то есть изучал растения. Глубоко и профессионально в университете или в академии? В университете, да. В университете. Харьковский... Докучаево. Имени Докучаева. Харьковский сельхоз университет. Национальный. Во всех растениях, независимо, огурец, томат, перец, всегда важны первый этап, это рассада. Ну, то есть, в целом, растения делятся на какие этапы? Рассада, рост и плодоношение, по сути, оно образно можно разделить. Первый этап очень важен, потому что это старт дальнейшего развития растения. То есть, чем хуже мы получим рассаду, тем меньше у нас будет слабее растение и больше проблем на нем будет. Чем качественнее у нас и более развитая рассада будет, тем легче она приживется, тем дальше начнется более активный рост. А, соответственно, чем более мы дальше раскачаем растение, тем больше будет отдача потом растению нам по плодам того же огурца, того же томата и так далее. Такой еще вопрос. Тоже часто споры возникают у огородников. Каждый доказывает свое при высадке рассады огурца. Миша, пробовали, не пробовали? Заглублять? Как это влияет? Нет, не заглублять. Все-таки в огурца нужно понимать, это не посленовая группа, не томаты, не перцы, не баклажаны. Когда на стадии рассады, когда у нас стебелек несколько миллиметров, у него нет воздушных корней. И когда мы присыпаем почву здесь, а почва, например, как у меня будет, тяжелая какая-нибудь такая, или даже, я потом включили обильный полив, или капелька будет лежать вот здесь, он просто перегнивает. Если цель, корень хороший, то его достаточно просто в правильный объем, там пол-литра, 400 миллилитров, посадить семечку, и правильно его подкормить и простимулировать, и этого будет достаточно. Понятно, если у нас рассада выросла 20 дней, а мы достаем, а у нас просто три ниточки, которые еле оплели этот горшочек, ну это как один из охароприемов, но опять же на какой почве? На тяжелых это не вариант, потому что больше риск. Да, тут надо разбираться, почему три ниточки. Что-то с почвой не так, или что-то с поливами не так, возможно. Поэтому у нас была корневая хорошо развита, и это просто уход от тех возможных рисков поражения болезнями, если бы мы заглубляли и... Ну, в принципе, можно, но, возможно, проблема потом вот именно с стеблем, да, в районе заглубления. У огурца очень много болезней, прикорневых гнилей, которые, ну, из-за того, что структура самого стебля, она сочная, она водненная. И то есть, если он мокрый, и вокруг него какой-то создается влажность высокая, он просто начинает сначала сам по себе выпривать, как будто бы, а туда потом цепляется вся инфекция. Соответственно, идет перегнивание, и мы теряем все растения. Все зависит от иммунитета и здоровости растения. Если растение всем обеспечено, не стрессует ни температура, ни переливы, может эта инфекция и не проявиться, соответственно, и влажность будет оптимальная. Если же что-то не так пошло, сбой какой-то, открываются ворота для инфекции. Понятно. Ну, ясненько. Спасибо, Миша, за такую подробную лекцию. Я думаю, многие из тех моментов, о которых Миша сегодня нам рассказал, будут вам интересны, и не только интересны, но более того, даже полезны. А на этом видео закончим. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. До свидания. И выращивайте без проблем.